МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У обоих этих названий французские корни и артикли. Давайте пойдем в деревню и разберемся со всеми этими иностранными словами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Село Демарина, Пластовский район, Челябинская область. Первое упоминание о селе датируется 1753 годом. Первое название Агафьина-Кабанская. Основателем сельского поселения считается князь Степан Мещерский, воевода из Сецкой провинции. В 1868 году село уже переименовано в Демарина. Своё новое имя оно получило в честь Отто Христофоровича Демарина, дворянина французского происхождения. Полковнику Демарину само село не принадлежало. Он владел землями около него и сосновым бором. Право на покупку земель на Урале Отто Демарин получил от Екатерины II за активное участие в подавлении Пугачевского восстания. Сегодня в селе Демарина 420 дворов и 1100 жителей. Здесь восстановлен храм, есть офис врача общей практики, школа, два детских сада, 16 фермерских хозяйств и два крупных сельскохозяйственных предприятия. Вот смотри, Лен, Демарино. Де приставка. Полковник Демарин. Сельский глава Александр Докалов разбирается во французских артиклях, знает наизусть все диаметры газовых труб. Газ в деревне – это все, поэтому, если надо, траншеи под трубы он будет рыть сам и голыми руками. А у нас в квартирах газ. Не только у вас в квартире газ, а у нас в 400 домах газ. Посмотрите, какой красивый, подведенный. И каждый житель имеет этот газ. Здравствуйте, проходите. Мы покажем сейчас нам газ. Нам установили во вторую очередь первым. Семейство Шишковых в тёплый рай попало первыми. Чем и гордятся. Людмила Николаевна и бабушка Тамара уже забыли, сколько стоит кузов дров. И только печка напоминания. Вот у нас была печка, которую мы топили дважды в день. Приходилось по многу топить, по 4-5 часов утром и вечером. Дом большой, не прогревался. Сейчас у нас газовое оборудование установлено. Очень легко в эксплуатации и намного теплее. Суши в доме стало комфортнее. Большое спасибо за проведение газа. Деревня до сих пор празднует. Долгожданные жёлтые газовые трубы дотянулись до каждого дома. В 2014 году закончилась газификация села Демарина. Это деньги областные. Благодаря нашему главе района, он нам очень хорошо помогает в газификации наших населённых пунктов, получили газ 400 с лишним человек. Газ! 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 Большое торжество ждёт и Демаринскую школу. Местные чемпионы уже готовы из класс сорвануть спортзал. Осталось всего ничего. Пол перестелить и фасад утеплить. У нас большая радость. Наша школа участвует в областной программе по ремонту спортивного зала. Нам было выделено 2 миллиона рублей. В нашем спортзале уже поменяна крыша полностью, сделана отмостка. Полностью поменяна система отопления. Даже окна вставили. Ну самое время на радостях песни петь. Здравствуйте, дорогие гости! Вас приветствует хор русской песни Демаринского дома культуры. Демаринского дома культуры. На кречи голову звонит. Хотите верьте, хотите нет, но здесь в Пластовском районе делали вина, которые составляли конкуренцию кавказским и молдавским. Винокуренный завод был построен в середине 19 века. Заводской комплекс – чудо промышленного зодчества. Вишневка и Рябиновка из местного сырья шла не только на выставки, но и на ура на Качкарских приисках. Продегустировать продукцию торгового дома А.Ф. Поклевский-Козел удалось и механизаторам бывшего совхоза. Из истории известно, что когда винокуренный завод закончил свою деятельность, и после него стали мастерские, центральные мастерские, рабочие центральных мастерских еще неоднократно находили в подвалах вино в бочках, вино в бутылках. Храм Александра Невского восстанавливали всем миром. Шесть с половиной миллионов, и купола вновь поднялись к небу. Тяжелый, без тяжелый, тяжело его неси. Подкреби меня, спасите, здесь на жизни, на пути. Подкреби меня, спасите, здесь на жизни. Православный Демаринский храм в 1888 году возводил католик. В 2013-м восстанавливали меценаты христиане, прорабы, мусульмане. В 1941-м рушили воинствующие атеисты. Не было главки, не было звонницы. Вот прямо вот эти своды, их тоже восстанавливали. Вот идет этот провод, выше этого провода ничего не было почти. И всю эту главку восстановили вновь строители. На средства, конечно, собранные и людьми, местными жителями, и организации. Порвали сто тросов, покалечили колхозную технику. Сорвать удалось только звонницу и главы. Деревенские рассказывают, что трое участников этих событий сгинули в одночасье. Один в тылу от инфаркта, двое через неделю на фронте. Погиб и последний защитник храма. Историю о нем уже как легенду пересказывает Галина Кашина. Вот эта лестница старинная, ей сто с лишним лет. И по этой лестнице на звонницу поднимался звонарь. И он был глухой и жил тут прямо при храме. И спал вот здесь, в этом помещении, узкое такое, как карман, что ли. Здесь было тепло, потому что в храме, там же за этой кельей, печь голландская была. И когда стали разрушать храм, и колокольню вот эту, тракторами там на этих тросах рассказывали, не пускал этот звонарь людей, вот этих разрушителей к церкви, чтобы они не касались. Но они все-таки прорвались. И он тогда забрался на эту колокольню и упал с нее вниз и разбился. Вот такая есть у нас история. Стоматолог на селе, как египетская пирамида на Красной площади. Она не просто знаменитость, она звезда. В соседних деревнях и фельдшерам похвастаться не могут. А в Демарина успешно вот уже 24 года с кариесом и пульпитом воюет доктор Петрова. Не зарастает к ней народная тропа. Мы приехали с села Котлика, 7 километров от Демарина. Здесь очень хороший мрач Татьяна Петровна. Очень хорошо лечится, ее валят. Вот сейчас у меня там в кабинете лечится мой ребенок. До этого болел зуб? Да. Соседи Татьяны Петровны имеют обыкновение записываться по блату через забор. Жители дальних деревень чуть не на ночь глядя. Прием доктор ведет до последнего пациента. Что скажешь, деревня все равно найдут. Один мой пациент в течение нескольких дней приезжал с районного центра за 17 километров на велосипеде. Люди очень удивляются, когда мы начинаем составлять зубную формулу. Это наша формула. И мы пишем, что 48-й, 38-й зуб. И так удивляются, откуда же у меня столько зубов, когда всего должно быть 32. Казанцев Сергей Иванович, проходите. Земля Демаринская. В 18 веке пожалованная воеводе Мещерскому, проданная губернскому секретарю Черемесинову, позже частично перекупленная полковником Демариным и вновь отданная новым хозяевам, капитану Ахматову и виноводочному магнату Поклевскому Козелу. Село Демарина, деревня с французским акцентом, родословной, которой могут позавидовать Габсбурги и Тюдоры, вместе взятые, и большим будущим. Ведь голубое топливо – верное доказательство тому, что село будет жить и развиваться. От Москвы до Демаринского сельского поселения – 2000 километров, а от нашей области, от центра, от Челябинска – 150 километров. То есть можно до Демаринского поселения от Москвы доехать на поезде, от Челябинска можно доехать на автобусе до города Пласта до нашего, и до Демарина на автобусе доехать очень просто. Так что мы всегда ждем и рады будем вас встретить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА